эта конференция записывается окей понятно спасибо как у вас дела все отлично как настроение у остальных как ваш как ваш сегодняшний день прошел на интенсиве поделитесь можно можно включать видео кто не говорит микрофон лучше выключить всем привет пыталась зарегистрироваться на сайтах которые скинули но пробуем еще раз мы выслали инструкцию инструкции пыталась ладно еще попробуем пробуем еще раз обязательно настойчивость упорство это soft skill рекрутера который нам важно обязательно прокачивать у нас сегодня с вами по плану мог интервью интервью с айти специалистом мы все помним давайте мы сразу без промедления приступим к этой части и после уже разберем после того как мы отпустим нашего приглашенного гостя спасибо большое ему за это за то что выделил в своем графике для нас время потому что это супер важно для начинающих для продолжающих рекрутеров да посмотреть подсмотреть как делают это другие вот поэтому мы сегодня будем с вами интервью ровать айос разработчика вы все уже познакомились с профилем с таким blind профилем где вы смогли уже скорее всего составите и свои вопросы в том числе поэтому я предлагаю сразу начать я специально сделаю то как я это вижу чаще всего как я это выстраиваю для себя таким вот таким вот образом если никто не против я вот так вот подредактировать немножечко и на вакансию который мы будем собственно собеседовать наша нашего приглашенного гостя фарида давайте начнем прямо с симуляции то есть без знакомств и так далее у нас есть вводная мы нас проводится собеседование по видео встречи так же как и и в зум парит как ты готов на готов отлично отлично добрый день большое спасибо что подключились и большое спасибо за интерес к лакансии добрый день надеюсь на собеседование да да я тоже на самом деле большое спасибо понимаю что там плотный график и вы сейчас возможно не в таком активном поиске да и очень здорово будет поговорить о том что есть у нас что мы предлагаем и что вы соответственно сейчас рассматриваете для себя скажите у нас с вами есть договоренность на 30 минут вы располагаете временем да да без проблем отлично отлично фарит еще подскажите пожалуйста как удобно на вы на ты как комфортно ну вообще войти обычно принято на ты общаться так что давайте на ты давай отлично отлично супер но начнем наверное с того что вообще о компании да немножечко поговорим наверное ты наверняка знаком с сбер здоровья слышал что какая-то компания чем занимается да я слышал и мне как-то даже писали но тогда это был еще только развивающийся продукт поэтому стало одной из причин почему я не захотел рассматривать эту вакансию я знаю сбер здоровья уже давно существует принципе да 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 это действительно так сбер здоровья вообще команда сейчас очень сильно развивается я представляю внешнего рекрутера но представляю полностью интересы компании сбер здоровья и понимаю что сейчас они хотят поэтому давай наверное тебя сразу сориентируя не по продукту да по команде по задачам которые нужно реализовывать и после отвечу на твои вопросы если у тебя они возникнут сориентируя тебя и мы соответственно поговорим по поводу тебя что тебе интересно и по твоему опыту работы как тебе такой план хорошо ага отлично ну собственно да со сбер здоровья ты знаком с продуктом да чем они занимаются как долго они на рынке сейчас они разрабатывают еще одно направление внутри мобильного приложения и поэтому им нужно усилить команду ios используют они соответственно все современные технологии свифт как кстати тебе реактив свифт ну вообще я с ним работал на предыдущих работах сейчас его практически пытаемся от него избавиться так сказать что есть какие-то свои трудности но и порог вхождения увеличивается ага я поняла то есть тебе не очень нравится работа да с эти технологии нет почему иногда ну просто на опыте могу рассказать что из-за того что есть рексвифт погружаться в проект будет немножко сложнее из-за этого увеличится время онбординга угу 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 я поняла тебя хорошо я думаю что я в принципе не боюсь потому что у меня обычно очень короткое время амбординга очень быстро погружаюсь в проект ага я поняла ну на самом деле это здорово что есть такой опыт подобный да я думаю что можно будет поговорить на следующем техническом этапе по поводу того где это применяется где именно это будет нужно и насколько это будет сложно внедряться в проект с использованием рексвифта сейчас про команду давай тоже расскажу пару слов команд сейчас пять человек ищут шестого уверенного айос разработчика уровня мидал в команде из этих пяти человек один из них тим лид соответственно будет руководство экспертность да у которого можно будет и обучить потому что команда довольно сильная собралась вот по поводу условий в целом мы прописывали да отправляли тебе в письме довольно большой комбинационный и пакет и очень много разных плюшек здесь уже не буду повторяться вот скажи пожалуйста если у тебя какие-то может быть конкретные вопросы по там задачам по команде что-то может быть рассказать прежде чем мы с тобой начнем говорить о твоем опыте обычно у меня вопросы больше технического кода плана а потом я уже обучение там какие-то вопросы общие могу задавать вопрос который возникает как происходит взаимодействие между командами то есть есть андроид айос команды но я думаю что это лучше тоже на техническом да 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 конечно в принципе довольно стандартный процесс коммуникации все задачи ставится в джире используется тоже работа по спринтам плюс раз в неделю есть митинги со всей мобильной командой для того чтобы было понимание куда идет разработка вот и платформы айос платформа android на какой стадии находится чтобы синхронизироваться вот но да смотри по поводу технических вопросов если есть какие-то более конкретные я могу записать и задать ребятам для того чтобы сразу они могли либо ответить заранее тебе перед собеседованием либо уже решить эти вопросы на собеседовании вот давай тогда к твоему опыту перейдем я вижу что сейчас да ты продолжаешь работать в компании супер лео возможно у тебя есть какие-то моменты которые я хотелось бы там улучшить поменять внутри компании ну как раз таки есть проблема со взаимодействием там с бэкэнд команды почему я собственно и спросил вот это такая прям усложняет разработку и затягивает время разработки фич в целом в остальном все хорошо приоритету точнее сбера здоровья выигрывать тем что это все-таки новое приложение и там такого старого кода как у нас нет у нас там кода с 2006 года который приходится переписывать что я не особо любил ну вот да я заметила что здесь у тебя тоже указано Objective-C то есть ты до сих пор как бы у тебя есть понимание и приходится с этим кодом работать к сожалению да ну смотри по поводу вот сбера здоровья да и команды сейчас того что делают ребята Objective-C вообще не нужен то есть все на сверхте и с этим точно ты не столкнешься то есть вообще никак не соприкасается мобильное приложение а подскажи пожалуйста вот ты отметил по поводу взаимодействия да с бэкэнд командой я а в чем сложность заключается то есть в чем сложность взаимодействия с ними о том что они не конкретно разделены на подразделы там команды из-за этого то есть начинается вот такой пинг-понг что ты идешь к этому он говорит нет идти к другому ну и вот такая вот история происходит я как мобильный разработчик я просто хочу задать свой вопрос получить на него ответ и дальше делать свои задачи а чья это зона ответственности ну то есть так было всегда да когда ты пришел и по сей день это так и осталось но пока ну есть улучшение конечно в сторону но пока есть проблемы я поняла подскажи пожалуйста вот когда ты пришел в команду супер джоба и на момент сейчас что уже удалось того момента улучшить создать внутри продукта мобильного приложения с помощью вот твоих твоей работы очень много экранов было переписано переделана очень много редизайна ну и привнес очень много всяких технических таких штук которые обычно у пользователей незаметны но они ускоряют перформанс самого разработчика то есть уменьшается время разработки и в принципе облегчается задача а это за счет чего было достигнут добавление всяких дополнительных вспомогательных сущностей там такие технические моменты угу 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 я поняла тебя я вижу что используется да там ну ты отмечаешь Swift Objective-C в принципе это стандартные два единственных два языка на которых можно писать на iOS из из архитектурных паттернов что используется в мобильных приложениях сейчас ну вот опять же проблема того что проект очень старый и по нему пришлось очень много разработчиков то есть там сейчас пока что каша в этом плане мы решили сначала все писать на простеньком MVC а потом уже по потребности там переходить на более сложную архитектуру а вообще с какими ты архитектурными паттернами работал ВМ MVP Viper CleanSwift там все что можно РИП РИП работал ну из-за чего РИП 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 не к сожалению не слышала это одно из новых новых это архитектуры которые обер придумала угу угу я поняла тебя здорово пойду почитаю потом что это за архитектурный паттерн интересно будет а вот если брать текущее мобильное приложение так на вскидку по твоим задачам какой бы паттерн архитектурный ты использовал по конкретным которые сейчас да да по задачам если как ты ответственна за определенную функцию какую-то в Superjob очень много экранов которые в которых не так много бизнес логики поэтому сложно нет в принципе весь чем он подходит то есть он выполняет все свои задачи и как-то дальше там какую-то архитектуру придумать нет смысла то есть это будет лишняя работа так есть места которые где больше потребуется какой-нибудь MVM где надо уже сетевой свой бизнес бизнес логику верстку и так далее я тебя поняла подскажи пожалуйста вот я вижу что в n-i-city если я или n-i-city n-i-city просто n-i-city то есть для чего создавалась это мобильное приложение начну с самого с начала у нас были американские инвесторы которые хотели сделать приложение для реалокации там с карты всему миру там с постами социальная сеть такая грубо говоря ну и соответственно из-за этого и большая работа была с карты и приложение как такого не было то есть мы у нас было двое что мы с нуля делали это приложение я тебя поняла а почему ты решил уйти из компании ну спойлер она уже не существует как там были проблемы с руководством ну не проблемы просто давали какие-то обещания но в итоге не выполняли начались какие-то проблемы с инвестированием и с менеджментом то есть были очень некомпетентные так сказать менеджеры которые не могли должным образом спроектировать задачу и поставить ее на можно исполнить я поняла а когда ну и после этого там цепная реакция такая что и бизнес-процессы нарушил в принципе работать стало некомфортно я поняла а в команде у вас сколько человек было на тот момент вот было два иосника три андроидового бочка и сколько бэкэндеров не помню кстати забыла уточнить с какой версии ты сейчас с лифта работаешь ну какое придется мы недавно поднимали версию я поняла хорошо а подскажи пожалуйста вот по предыдущему да место ярус интересное название а здесь да буквально получилось тоже месяцев 7 ты проработал а что что не устроило в компании да в целом опять же те же проблемы стартапов то что они нету бизнес-процессов всякие влеты от инвесторов которые получают спринты спринтов как нет в принципе нет как таковой плюс потом там команда распалась а ее с командой а почему ты ну вот получается что ярус да тоже там стартап компания почему решил перейти именно в най-сити чем они тебя зацепили ну я уже искал на тот момент работу собирался уходить из яруса и лид как раз таки который был в ярусе он позвал меня с собой ему понравилось работать со мной и он пригласил вот так здорово 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 классно а если например убрать все негативные моменты да из предыдущих мест в какое в какую компанию ты бы вернулся работать сложно ну в носите наверное больше приоритет потому что там технологии интересные были и в принципе дизайн был красивый то есть в этом плане все устраивало и из команды там и сами команды тоже ну вот проблему бизнес процессов и менеджмента был решающим то есть если брать сейчас подводя небольшой итог если брать продукты над которыми тебе нравится больше всего работать это те которые там с хорошим дизайном естественно с хорошей коммуникацией в командах да и сама разработка ну естественно любому разработчику мне кажется нравится делать продукт в котором пользуются люди это не для себя делаешь это для кого-то делаешь и естественно там приятно открывать читать отзывы там или вывести какой-то фидбэк от пользователей конечно не всегда хороший фидбэк бывает но все же да фарик ты представляешь однажды на интервью мне один из кандидатов сказал что мне не важно где кодить главное кодить над чем работать главное интересная задача то есть ну это не про меня я даже если там проект какой-то неинтересный я не вижу что это интересное и в любом случае не будет и комфортно работать ну просто вот это вот кодить только кодить мне кажется это позиция интровертов а тут больше не нравится жить в компании там участвовать в этом как-то и помогать развивать продукты и принимать все а что для тебя сейчас будет ключевым при выборе нового места работы да ключевым наверное будет это количество разработчиков в команде ios хотелось бы работать и также продолжать набивать какие-то шишки получать опыт от других ну и плюс там есть какие-то моменты которые помогут ну коллеги помогут так сказать угу 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 а если вот то что он ну мне сейчас в суперджобе больше нравится это то что у нас крутая команда и мы можем спрашивать друг друга угу угу а вот про количество разработчиков в команде какое для тебя оптимальное количество у меня там вот себе указано было я уже не помню сколько угу угу и 4 4 да угу 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 а если вот как я озвучила да возвращаясь к этой теме в команде сейчас пять человек вместе с тем лидом то есть сейчас требуется шесть пять человек комфортно ли в таком количестве да вполне комфортно и на техническом собеседовании потом хотелось бы узнать какая роль у тимлида потому что это тоже многое говорит о компании и о команде угу угу потому что у многих компаний у них разные понятия тимлида и вот сейчас к сожалению тимлид ни о чем не говорит угу а что для тебя тимлид в команде вот в твоем понимании ну вот из-за того что я работал в стартапах у меня немножко искаженное мнение ну мнение сложилось то что потому что чаще всего ресурсов и так ли они так много у стартапов поэтому тимлид в принципе и как обычный разработчик то есть в супер джобе мне очень нравится как у нас организованная роль тимлида то есть он не занимается задачами не занимается менеджерскими обязанностями он именно занимается тем что облегчает нам жизнь процесс разработки пишет всякие скрипты какие-то полезные и вот в целом на общее может отличие поотказываю Ксюш отключи ладно видео ой видео звук уже хорошо поняла спасибо большое вот я вижу то что ты еще отметил важные для себя там моменты по поводу техники Сбер здоровья обязательно выдает у них есть корпоративный макбук я вот не увидела да тебе принципиально ли техника какого 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 программного обеспечения какого бренда айос разработка она и так уже подразумевает что техника будет потому что больше на виндовс ты не сможешь разрабатывать да 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 ну вдруг и по поводу налаженный бизнес процесс естественно здесь компания этим занимается давно и бизнес процесс и вся команда вот то что ты говоришь как у вас налажено да тем лиц внутри супер джоба это действительно так возможно где-то по поводу бизнес процессов и взаимодействия команды отлажено лучше но лучшим образом тебе естественно расскажет технический специалист на следующем этапе можно будет тоже позадавать естественно вопросов по поводу полноудаленки это действительно возможно полноудаленка навсегда предусмотрена в сбер здоровья если есть желание там есть и офис в котором можно приехать заранее предупредить и найдется обязательно место поэтому иногда нужно немножечко погибридничать в том числе если есть желание такое то возможность тоже есть естественно и белая зарплата полное оформление КТК РФ я бы здесь у тебя хотела еще уточнить такие моменты важные по поводу следующих этапов это будет важно активно ли ты сейчас смотришь позиции вообще ну пока что из-за всех этих ситуаций непонятно какая ситуация на рынке поэтому не сказала бы что прям очень активно так присматриваешься присматриваешься то есть офферов пока на руках нет насколько понимаю ну это пока первое собеседование а если говорить про твою зарплатную вилку смотря абстрагируясь от нашего интервью то есть можно назвать любую цифру либо n x и так далее от какой я суммы тебе было бы интересно рассматривать предложение ну я думаю вилка вот давайте вот так вот по градации что 10 тысяч приемлемая сумма 15 комфортная это уже сколько еще раз 10 приемлемая сумма 15 уже комфортная ага отлично то есть насколько понимаю комфортная для тебя это если предложить тебе эту сумму и все остальное которое мы перечислили по критериям поиска работы совпадает то подписываешь офер и уже ничего не будешь смотреть ну на самом деле для меня еще играющую роль играет техническое собеседование то есть как оно проходит насколько интересные вопросы были насколько было а у вас техническое собеседование ведет team lead это вопрос да да ведет team lead команды в которую как раз ведет сейчас подбор ну вот пообщаться с team lead то есть понять сколько мы вообще сможем с ним взаимодействовать сотрудничать тоже тоже играет очень важную роль да это есть конечно такая возможность познакомиться и с team lead смотри давай я тоже сориентирую по поводу процессов которые есть в компании это первичное интервью дальше я направляю резюме ребятам нанимающим менеджером в частности team lead команда в которой сейчас ведется подбор он буквально в течение двух дней рабочих отвечает дает обратную связь и мы вместе согласовываем интервью интервью длится в течение одного часа есть естественно технические вопросы и время для твоих вопросов которые важно будет проговорить дальше следующий этап это знакомство с командой то есть можно будет с парочка людей из команды тоже познакомиться и побеседовать как раз для того чтобы понимать как вы странные процессы в команде кто будут твои коллеги для лучшего понимания что тебя ожидает и третий этап это с HR команды компании Сберздоровья для того чтобы сориентировать себя по всем нюансам оформления по поводу оффера возможны также вопросы про компанию насколько тебе это будет комфортно и так далее то есть здесь будут дополнительные HR вопросы и также можно будет задать уже по поводу и условий и так далее вопросы с HR вот весь этот этап весь процесс длится примерно 2-3 недели стараемся как можно ускорить ну вот примерно такой период процесса чтобы сразу ты тоже понимал сколько это может занять вот забыла у тебя еще уточнить один вопрос по поводу в или ты с технологией на предыдущих местах опыта коммерческой работы с этим нету так я знаю что это звонки там вот это вот все то есть статьи читал ознакомливался с этой технологией в принципе но опять же коммерческого опыта именно прямо в этом нет ну как думаешь сколько потребуется времени чтобы внедриться ну я молодой у меня быстрое погружение я думаю я управлюсь может даже во время анбординга уже пойму как все работает как устроено отлично хорошо говорит я уточнила все важные сейчас вопросы скажи пожалуйста есть ли у тебя вопросы ко мне нет вопросов нет в любом случае есть один вопрос я так понимаю что ну вакансия раз удалена то и налажен процесс трудоустройства тех кто в России там находится где-то далеко да на третьем этапе как раз с HR в эти все моменты говорить по поводу оформления по поводу передачи документов потому что здесь тоже важно из рук в руки это передавать процесс отлажен так как в команда кто-то из команды работает в офисе кто-то в коворкинге сидит а кто-то сейчас на полной удаленке и некоторое время в стране некоторое время не в стране скажи пожалуйста у тебя сейчас какая ситуация ты ты как планируешь где откуда работать планируешь ну пока что я не в России но это скорее всего буду из Питера работать я я понимаю ага в принципе путешествия как бы возможны но есть количество времени да в которых можно пребывать вне страны для того чтобы оставаться резидентом в России да 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 и естественно тебя ребята на третьем этапе как раз HR внутренне сориентирует по всем нюансам по всем процессам и расскажет более подробнее по поводу периодов нахождения сколько дней подряд можно ходить и так далее критично ли тебе этот вопрос нет отлично хорошо говорит мы остаемся с тобой на связи как только у меня появится информация по поводу следующего этапа технического вот тем льда в течение двух дней я постараюсь тебе вернуться с ответом если меня не будет по какой-то причине то я тоже отпишусь что еще жду ответа вот в любом случае сориентируем тебя по обратной связи большая благодарность за уделенное время и была рада познакомиться взаимно спасибо да спасибо большое с поисками большое спасибо да но надеюсь мы довольно быстро закроем позицию так хорошо на этом мы тогда завершаем наше симулятивное собеседование мы действительно уложились прямо в 30 минут чуть-чуть больше по-моему но в 30 минут точно вот как тебе в целом интервью обычное стандартное привычное не очень ну один вопрос был непривычный который не спрашивают обычно потому что он не играет значимой роли это так важно версия свифта я поэтому замешкался потому что ты обычно не держи голове какую-то версию там пишешь это не такой важный фактор так да все как по стандарту да спасибо большое за обратную связь бывает еще что HR проводят скрининги то есть там им пишут на бумажке какие-то вопросы технические вот это вот я вот максимально не люблю потому что как разработчик потому что ты понимаешь что HR это не всегда прям технически подкованный человек и ты можешь дать какой-то ответ он может быть но на бумажке написан другой ответ на самом деле не ответственный подход выбрал кандидат ну то есть человек по сути может же придумать откуда-то взять списать ты это имеешь ввиду ну и списать и он может сказать это другими словами не так как записано у HR какой-то ответ то есть да это правда это правда ты можешь сказать правильный ответ и технический подкованный человек он поймет это а HR забракуйте к примеру потому что неправильно да 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 это правда ну вот я в таком случае когда у меня заказчик спрашивает вот тебе там 3-5 скрининговых технических вопросов я прям под запись записываю за кандидатом либо прошу можно на диктофон я запишу и потом либо отправляю своему заказчику ответы либо переписываю просто потом уже спустя там после интервью и проговариваю естественно что я не технический специалист и в любом случае отправляю техническим ребятам нанимающим менеджером эти ответы вот поэтому не всегда рекрутер ричард заправляет этими вопросами иногда это требования от нанимающего менеджера вот я прекрасно понимаю я просто отвечаю на вопросы и не реагирую да бывали такие ситуации что просто включали запись экрана чтобы потом показать угу угу да я тебе просто тоже с нашей стороны показываю как это работает с HR общался и понимаешь тогда все процессы отлично хорошо есть ли у нас вопросы к процессу может быть какие-то нюансы хотите уточнить или мы продолжим с вами дальше так чате не вижу пока что поднимаете руки спрашиваете чтобы вы еще например какие вопросы каких вопросов вам не хватило чтобы вы сами уточнили да можно задать вопрос ариду да 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 арита скажи пожалуйста если вот тебе ну у тебя будет одновременно несколько офферов все они без legacy кода все они с построенными процессами в компании все они в командах там собственным тимлидом а ты как будешь убирать по какому принципу какую компанию пойдешь во первых посмотрю на компанию ну буду сравнивать компании то есть это в любом случае ты я не буду брать я буду сравнивать зарплату кто больше предлагает возможно будут контру офферы это тоже надо смотреть все спрашивать контру в текущей компании да и в текущей и те кто хотят тебя то есть ты можешь прийти в другую компанию которая тебя уже прислала оффер сказать что вот у меня есть более привлекательные офферы что вы можете еще предложить ну буду сравнивать компании и выбирать которая больше подходит возможно еще сыграет роль от общения с тимлидом как раз таки что где мне больше собеседования понравилось а как ты оцениваешь тимлида как человек или какие он технические вопросы задают ну то есть людмеды профессионально или и человеческие и технические вопросы потому что есть такие тимлиды которые они вот не знаю ну они интроверты они задают такие максимально вот вопросы просто радикалочки то есть не заинтересованы какие у него в команде будут после этого а есть хорошие с которыми приятно даже общаться и ты после собеседования такой блин было классно я бы еще раз повторил а если вот при одинаковых зарплатах допустим в одной тимлид классный а в другой ну проект интересный ну это сложно так абстрактно ну допустим вот тимлид классный но там старый код ну процессы построены но как я говорил даже если проект классный а другой так менее привлекательный я все равно могу найти что-то привлекательное наверное для меня приоритет не будет именно коллеги с которым я буду работать спасибо спасибо ну действительно очень многое зависит так что да надеюсь спасибо большое за вопросы на самом деле очень важные я единственное хочу здесь немножечко не то чтобы поправить но возможно оно очень уместно потому что мы про темлидство в принципе говорили и спрашивали то есть если мы задаем первый раз этот вопрос то не нужно давать варианты ответа потому что ну ты там как будешь оценивать да по личностным компетенциям или по там техническим вопросам то есть дать возможность здесь сформировать ответ нашему собеседнику вот а так вопрос действительно классный уточняющий спасибо да да Мария можно тоже спрошу Фарид привет у меня такой неформальный вопрос хотелось бы узнать вообще как ты любишь отдыхать какое у тебя хобби это первое и второе как ты планируешь профессионально развиваться в IOS разработке пожалуй все спасибо за ответы спасибо за вопрос отдыхаю я обычно с девушкой то есть мы там куда-то можем поехать путешествовать вот дополнительно там как хобби я начал смотреть в сторону разработки игр на unity вот а второй вопрос там был развиваться есть сфера мобильной разработки она очень быстро развивается и там технологии которые ты сегодня используешь могут уже завтра устареть плюс их настолько много что тебе всегда есть что-то изучать то есть бывает что я там нашел какую-то интересную статью там или конференцию и уже там в три часа ночи не могу уснуть если я это смотрю круто спасибо большое здесь я тоже быстро откомментирую вопросы задаем по одному вопросу потому что вот мы сейчас наглядно увидели какой вопрос там был и это абсолютно нормально потому что ну нет возможности запомнить все вопросы да отслеживаем как мы задаем задаем один вопрос за раз потому что если мы задали два-три вопроса четыре вопроса у человека начинает ага что я из этого запомнил да что на что я хочу сейчас ответить и человек представляете мы сами да если вспоминаем себя в том числе как вы думаете на какой вопрос мы отвечаем в первую очередь на последний на последний на первый на самый удобный правильно на самый удобный потому что нас отражается довольно быстро в нашей подкорке в памяти и среди трех четырех вопросов мы отвечаем на самый удобный вопрос для нас и потом уже там уточняем этого достаточно там или если мы не хотим дальше отвечать на другие вопросы или подскажите напомните какие там вопросы были вот и в день там пять собеседований ты просто после них какой-то выжатый лимон потому что ну бывает собеседование технически там которые по три часа длятся по четыре часа там держать все вопросы очень сложно да иногда мне кажется уже повторяешься и думаешь ах я-то на этом собеседовании рассказывала или мне надо уже повторить да потому что все путается у тебя и компании путаются и вакансии ты уже не понимаешь где ты да да поэтому я очень рекомендую записывать я обычно печатаю сразу же то есть даже с кандидатами я обычно печатаю рядом у меня заметки лежат на компьютере вот как сейчас вы видите просто там еще и заметки у меня открыты обычно для того чтобы как раз не перепутать кандидатов потому что это возможно так же как мы путаем ну как Фарид да сейчас сказал что он путает вакансии они могут просто перепутаться это нормально так же мы можем перепутать и кандидатов а если мы перепутаем кандидатов или какую-то важную информацию внутри то это нам грозит большими рисками на следующем этапе что мы передали не ту информацию поэтому тоже обращайте на это внимание очень классный вопрос как планируешь там вообще профессиональные вакансии я бы его немножечко переформатировала спросив там а как сейчас там актуализируешь свои знания да как ты сейчас находишься в теме для того чтобы понять вот парит классную вещь сказал что там я сижу до трех часов ночи сижу смотрю эту конференцию анализируя и это значит что человек очень во-первых заинтересованный во-вторых погруженный во-третьих замотивированный мы все хотим именно этого на интервью и показать таких ребят в к нам в компанию вот по поводу как отдыхаешь честно говоря я не задаю этот вопрос есть разные мнения на этот счет если у вас есть какие-то риски если у вас есть какая-то не знаю ценность в компании отдыха или вы понимаете что там человек очень много работает то да возможно есть смысл спросить или вы за что-то хотите зацепиться например вы эту информацию узнали где-то в социальных сетях но бывает такое да мы смотрим смотрим на разные вещи и вы хотите чтобы это проявилось само собой на интервью а например там фарит у нас занимается лыжами у нас темли тоже лыжник например вы это можете сразу здесь отметить как связующее такое звено что не только техническими вещами да одними будешь доволен но еще и есть хобби общее какое-то у нас еще одна поднятая рука это опять от меня только вопрос уже к езилии скажи пожалуйста как научиться во время интервью и слушать кандидата и воспринимать записывать что он говорит и в то же время проявлять к нему эмпатию чтобы он не просто вот видел вот как ты там записываешь печатаешь а чтобы увидел контакт вообще как ты этому научилась спасибо опыт во вторых я действительно проявляю эмпатию мне действительно интересно и и и когда я задаю какой-то связующий вопрос то есть там допустим найс сити интересно реально как найс сити вы произносите и понимаете что есть что-то интересное там ярус что-то здесь про путешествие про релокацию то есть не стесняйтесь сказать здесь немного про себя в как раз в ту часть когда я говорила что люди выбирают людей и даже если я внешний рекрутер человек всегда общается с человеком сделайте такую атмосферу что человек запомнит вас как рекрутера даже как внешнего рекрутера или внутреннего рекрутера в особенности что он запомнит этот опыт с положительной стороны даже если вдруг по какой-то причине собеседник кандидат не подходит вам он запомнит что тут рекрутеры ну просто классно они живые они люди да поэтому не стесняйтесь выразить какую-то свою точку зрения либо просто сказать а вот а у меня вот такое либо а я тоже люблю путешествие или ой знаете там я тоже люблю стартапы я тоже разделяю вот эту вот любовь к быстрым продуктам вот действительно эту просто скилл прокачивать а как записывать на самом деле не переживайте по поводу быстроты она она придется опытом я раньше просто листочек распечатывала с резюме когда я стала понимать что это работает очень медленно и мне нужно было переписывать это все я научилась слепому методу и когда вы смотрите когда вы смотрите на свою заметку даже не чувствуется что вы печатаете да если вы по слепому методу печатаете человек не видит что вы смотрите куда-то не в ту сторону потому что вы в любом случае смотрите на монитор это приходится опытом поэтому не переживайте всему свое время где-то просто на интервью закладывать не 30 минут как мы сейчас заложили и в принципе все вопросы которые важные были для следующего этапа я уточнила в начале пути это занимает час пусть это занимает так бывает что разговариваешь с вечерами прям слышишь как они так сейчас я примерно из таких вот сразу скажу я стараюсь вот так чуть-чуть конечно чтобы человек ничего ну не то чтобы не понял все понимают и на самом деле круто если человек записывает то что вот кандидат таким образом чувствует ага я не просто так сейчас говорю за мной записывают значит эту информацию передадут значит мне не нужно будет там несколько раз общаться про одно и то же в одной компании не знаю как у тебя ощущение от этого от того что печатают я обычно могу подкалывать что вот слышу эти звуки и говорю там что-то говорю а потом делаю паузу и жду и ну вот пожалуйста эмпатия тоже включается со стороны кандидата да я про себя про себя лучше конечно не перегибать иногда от этом были всякие казусные ситуации например мне писала и чарша про вакансию и что-то там потом пошел неформальный разговор и она очень странно а то есть сильно в неформальную да зашли степень я участвовал там на передаче голос и скинула видео тут я такой думаю зачем мне это да 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 ну со стороны чара здесь получается пошла неформальность излишняя нужно да знать меру естественно не перегибать палку только тогда когда это нужно либо вы сейчас записываете мысль записали и пока у вас там какая-то пауза вы ее можете запомнить но пауз тоже не бойтесь то есть это нормально подумать сказать кандидату вот подождите я вот зафиксирую этот момент это нормально то есть сказать вот я зафиксирую сейчас минутку буквально чтобы не потерять важное важную информацию которую вы мне сказали тут вопрос в чате по поводу валюты зарплатных ожиданий мы просто абстрактное число назвали там 10 приемлемое 15 комфортное то есть или долларов там это просто не играет да просто было абстрактно я так и сказала вначале так рука поднята есть ага да Сергей да здравствуйте прошу прощения я тут немножко да можно шум быть вокруг хотел бы задать вопрос Фариду если можно да шума нет все отлично замечательно замечательно да Фарид вот хотел бы уточнить вопрос допустим сейчас вот представим что темлит пишет тебе слушай вот не успеваю на собеседование нужно задать пару вопросов человеку с технической стороны можешь меня подменить вот как бы ты ответил на этот вопрос а у меня там написано в ярусе что я исполнял временно обязанности семь лета угу да вот три месяца написано да 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 естественно это произошло когда команда расформировалась и остался один грубо говоря и естественно собеседовал у других людей угу ну и вот еще вдогонку вопросов вообще как себя чувствовал в этой роли что что волновало больше всего ой мне очень классно мне очень понравилось ага боялся чем-то не справиться либо вот нет первое было страшно но потом я понял что они боятся мне больше чем я их поэтому окей окей спасибо тут также и с компанией если вы работаете в крупной компании и там работник у которого не так много опыта естественно он будет бояться вас больше чем вы его да 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 как с пауком да он боится больше чем да все понял хорошо спасибо фарит классно спасибо большое слуш если вспомнишь мои вопросы потому что я честно говоря не записала не зафиксировала некоторые моменты дать там обратную связь когда у нас задавался определенный вопрос для чего это было оцените я тут вопрос в чате был сколько мест работы можно сменить кандидату в год на взгляд фарита чтобы быть надежным кандидатом я знаю что есть такие разработчики которые меняют там чуть ли не каждый месяц работу чтобы повышать зарплату но я стараюсь не делать и у меня вот действительно по опыту работ видно что я там меньше шести месяцев нигде не работаю то есть мне надо мне кажется надо смотреть как проходил ли человек испытательный срок потому что его не пройти очень сложно ну интересно копать в эту сторону почему не прошел испытательный срок если его уволили то почему там если он сам ушел то что не понравилось не знаю а количество мне кажется не играет роль ну я здесь тоже свою точку зрения скажу что в принципе сейчас уже стало нормально менять там в течение года полутора лет да если я вижу полтора года на каждом месте работы ну на последних двух-трех то в целом это уже норм но нужно уточнять по каждой позиции отдельно я поэтому уточнила по найс найс сити по ярусу да причина ухода для того чтобы понимать что происходило мы с вами поняли что внутри этих компаний не проблема в разработке не проблема там в конфликтных каких-то отношениях проблема именно в бизнес-процессах в невыстроенных бизнес-процессах и это было для меня на данный момент на данном этапе удовлетворительным моментом для того чтобы дальше продолжить диалог потому что я считаю что дальше точно нужно продвигать и обсуждать кандидата на следующих этапах вот да ответим на вопрос я думаю да сейчас обе точки зрения высказали да отлично так Ксюш, ты звуком сможешь подключиться голосом да я просто думала может быть мы отпустим Фарита ты хочешь ему давать фидбэк сейчас или а ну нет 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 конечно да спасибо большое Рит огромное за бесценный час для нас для меня для нашей команды для junior IT рекрутеров и не только поэтому я вас очень попрошу сейчас всех участников написать благодарность в чат и поблагодарить за такую возможность побеседовать с нашим гостем айос с разработчиком на этом способно позвонить я надеюсь что для тебя это тоже было полезно я знаю я могу втыкаться за любовь так сказать кроме голодовки да да отлично да спасибо большое за открытость энтузиазм да спасибо тут мега полезно классно здорово огромное спасибо мы тогда тебя больше задерживать не будем прошел уже больше часа поэтому большое спасибо и пожелаем тебе классного вечера спасибо всем удачи спасибо до встречи пока-пока так я не помню ты записывала не записывала мои вопросы слушай я на самом деле мы с тобой всем привет для начала меня зовут ксения я руководитель академии наконец-таки увиделись только услышались я думаю что мы как это сказать мы представители разных культур да ты записываешь я не записываю ну я обычно записываю на собеседование в этот раз не записывала но я помню все твои вопросы я помню что ты спрашивала помню что он отвечал я могу дать фидбэк во-первых я хочу дать фидбэк что мы пошли немножко нестандартно обычно мы вопросы задаем сначала да а потом мы обычно презентовали компанию я заметила что ты поменяла принцип но в принципе так тоже можно это я ребятам говорю что так тоже абсолютно нормально вот я могу что я могу сказать очень хороший был вопрос в чате о том какие требования вообще предъявлял заказчик и здесь очень важно было узнать у заказчика про выбор тси какой опыт вообще насколько требование большое по этому у заказчика по возможно смене работ то есть я знаю были прецеденты когда например у работодателя было требование чтобы человек работал на в компании не менее полутора лет к примеру вот это тоже важно учитывать понимать что если например фарит менял работу каждые там 9-7 месяцев то скорее всего в такую компанию вряд ли его будут рассматривать вот также очень важно по его задачам я поняла что он работал в основном со стартапами и возможно задачи вот такого из таких больших корпораций как например Сбер возможно ему будут немножко непонятны задачи могут быть немножко сложные процессы вот что я могу сказать мне в целом он понравился он достаточно открытый он хорошо отвечал на вопросы он давал фидбэк он честный это очень важно для разработчиков потому что ну скажем так да вы заметили что мы абстрактно назвали суммы не страшно задавать такие вопросы но меня смутило несколько моментов меня смутил момент он немножко расплывчато рассказывал про задачи которые он делал это мое субъективное мнение я бы ну дозадала бы какие-то вопросы потому что мне этого не хватило ну то есть мне не хватило понимания что чем конкретно он занимался то есть я поняла что какие-то фичи какие-то экраны я поняла что в Суперджобе они какие-то не очень сложные но тем не менее функционал явно есть и я бы поспрашивала по функционалу что это там авторизация работа с почтой работа с таблицами вообще с какими там что вообще на этих проектах было самым сложным для него например вот и меня немножко смутил момент с контроферами от других компаний с тем что ну для него важно на самом деле найти свою выгоду то есть да важно какой будет тем лид но грубо говоря если ваш тем лид не умеет продавать компанию и не умеет продавать задачи которые будут стоять перед ним то скорее всего он выберет компанию которая предложит ему больше просто потому что ну человек сказал открытым текстом что он будет смотреть контроферы от других компаний даже не от своей компании то есть он может прийти с вашим оффером и показать ее ну показать этот оффер другой компании и посмотреть что будет это на самом деле ну скажем так тут нечем удивляться айтишники так делают это практика которая существует здесь ну расстраиваться или радоваться непонятно но как бы факт есть факт ну я бы конечно присмотрелась к этому моменту потому что да он честный да мне это очень импонирует но скорее всего из-за того что он не занимался такими задачами которые требуются в нашем проекте сейчас с выбор TC как минимум возможно на техническом интервью ему бы отказали но я бы на техническом интервью попробовала бы его пособеседовать если у меня нет ограничений по выбор TC у меня нет ограничений по местам работы и например нет ограничений по стартапам иногда в компаниях тоже могут говорить что только не стартапов потому что ну стартапы это для некоторых компаний тоже что-то останавливающее хотя ну то что человек работает в стартапах да и то что человек ищет чего-то больше что он ищет себе техническую экспертизу, он ищет себе сильную команду, он ищет себе сильный продукт, и он хочет приносить пользу. Как раз-таки для продуктовых компаний это и правда идеальный кандидат, потому что он может влиять на продукт, у него будет сильная экспертиза, у него будет команда. Вы это сможете дать. Если ваш темнит еще и умеет продавать, а это очень важно на вагрите, плюс еще мне понравилось, что он достаточно нестандартно рассуждает, но в плане, что ему важно, как рассуждать темнит, что темнит – это вообще разные вещи, разные задачи бывают. Поэтому я бы это тоже обсуждала с заказчиком и обсуждала бы, как они презентуют, если бы Фарид был звездным кандидатом для нас и как они будут его презентовать. В целом по вопросам я могу сказать, что мы все примерно задаем одни и те же вопросы. Невозможно написать себе полный список. Классно, когда разговор идет сам, классно, когда вы перетекаете из одной темы в другую, а не «ну что ж, сейчас мы будем разговаривать про проекты, вопросы про проекты» и поехали. Нет, классно, когда оно перетекает из одного в другое. Я думаю, что если бы мы проводили, например, собеседование с Фаридом еще раз, его бы проводил кто-то другой, вопросы вообще могли бы быть другими. Как пошло? Подтверждение этому, да. Вот, это конкретно то, что заметила я. Если составлять какой-то такой маленький, краткий портрет Фарида, который я могу видеть, что ему важна техническая составляющая проекта, ему важно, чтобы он мог на этот проект влиять, ему важно, чтобы в проекте было меньше легаси, это значит, что проект должен быть поновее. Поэтому будет сложновато продавать легаси, когда человеку прям не хочется с этим работать. Вот. Есть понимание, с чего он хочет. Он хочет работать в команде, он хочет работать с интересными задачами и достаточно предприимчивый, можно сказать, человек. Поэтому я бы на это обращала внимание, я бы поставила на это. При представлении заказчику я бы обратила внимание на то, что важно, как вы продадите ему компанию на техническом собеседовании, что для него это важно. Это мое такое summary. Я думаю, что, возможно, если бы мы там чуть-чуть глубже бы копнули, да, там, по проектам, может быть, чего-то еще я бы добавила. А так это то, что я думаю. Ну, я вот буквально добавлю по поводу того, что мы понимаем, что Objective-C ему не подходит, он не хочет с легасием работать. Я ему даю подтверждение, что, ну, чувак, нет, этого нет. Есть вот Swift. Только со Swift-ом в легаси вообще нет, там, по факту, в самой вакансии этого не было. Когда он говорит про трудности, да, с командой, со взаимодействием, что это ему важно. Я ему даю, значит, сначала я задаю вопрос, а что именно тебя не устраивает, да, чтобы понимать, а в чем проблема. И потом я ему даю подтверждение или опровергение. В данном случае я дала ему подтверждение, но сказав, что на техническом собеседовании ты узнаешь поподробнее. Еще и про процесс рассказала, чтобы он спросил еще у коллег, не только у своего потенциального темледа, но еще и у потенциальных коллег, что, да, смотри, вот здесь ты можешь это все узнать, спросить. То есть собеседование — это всегда двойное общение, двойное собеседование. И кандидат собеседует вас как специалиста, как представителя компании, представителя вакансии. Поэтому вам нужно вот этот мяч постоянно передавать. Кандидат говорит что-то, что ему не нравится, что ему хотелось бы поменять. Вы не должны это пропускать мимо ушей, да, вы должны это отметить где-то себе, либо пометить, записать, чтобы не забыть, потом сказать, что смотри, а вот ты про это говорил, а у нас этого нет, или у нас это есть, а у нас вот не 4 человека в команде, а 6 человек в команде. Насколько тебе это будет комфортно? Да, не настолько много, не настолько больше, но может быть у него есть какое-то свое видение на это, да, свое понимание. Вот, и в таком формате у нас проходят, ну, то есть вот таким вот образом мы обычно на лайвах встречаемся и отвечаем на ваши вопросы. Где-то только я отвечаю, где-то только Ксюша, а где-то мы вместе даем обратную связь по вашим вопросам. То есть два таких видения, они не противоречат друг другу, но они могут быть разными, то есть можно работать по-разному. Поэтому у нас есть такая уникальная экспертиза. Плюс у нас есть еще и записи подобных собеседований с другими разработчиками у нас в курсе джуниор, для того, чтобы вы могли на разных специалистах это посмотреть, да, с разными вакансиями. Более того, и те записанные собеседования, которые проводила наш руководитель Академии Ксения, и которые я проводила. И потом мы даем обратную связь по кандидату, берем мы его дальше или нет, воборот, по вопросам сами кандидаты дают какой-то фидбэк и так далее. Отвечая как раз на вопрос того, все ли кандидаты такие открытые или больше все же закрытых. Естественно, на открытое собеседование не придут ребята, которые закрыты сами по себе. Поэтому да, действительно, этот кандидат более открытый, чем вы встретите 70% в жизни. Поэтому да, нужно будет разговаривать. И если вы вспомните, как я начала, то есть из благодарности, как в целом, как у него настроение, это тоже влияет на расположение человека к вам и к беседе. И всегда помним, что да не важно, как, ну, то есть важно, естественно, как мы выглядим, но это не настолько важно, насколько важно быть самим собой, человеком прежде всего, и общаться с кандидатом как с собеседником, не просто как компания-кандидат. Да, и это супер важно. Ты что-то хотела добавить? Да, я хотела кратенько добавить, потому что вот здесь был вопрос в чате про то, какие кандидаты в основном открытые или закрытые. Я хотела сказать, что у нас, ну, во всех этих примерах собеседований, у нас было очень много разных ребят. И когда мы дошли до ДВОПСа, все были в полнейшем шоке, потому что, ну, молодой человек был такой достаточно неразговорчивый, закрытый. И, ну, вы когда проводите интервью, вы в любом случае подстраиваетесь под вот какой-то ритм человека. То есть если вы будете вот так вот проводить собеседование очень спокойного и неразговорчивого человека, то, скорее всего, вы его напугаете, и ему будет некомфортно. А если вы будете наоборот, он будет таким весь активным, вы хотите поговорить, и вы будете, ну, а что же проекты у вас будут? То есть здесь нужно прямо чувствовать, как у человека настроение, и немножко под него подстраиваться, спрашивать какой-то смолкок вначале и так далее. И вот когда мы проводили интервью с ДВОПС-инженером, у наших учеников был шок, потому что они такие, а все ДВОПСы такие? А почему он такой молчаливый, неразговорчивый? Хотя на самом деле он дал очень много конструктивной информации, он очень много рассказал по тому, с чем он не хочет работать, куда он стремится. И, ну, в целом, хороший кандидат, и мы бы его рассмотрели, если бы вакансия была реальная. Вот, поэтому, да, бывают и такие, и такие. Нужно быть к этому готовым и уметь подстроиться. И не думать, что проблема у вас, что вот вы какое-то впечатление не произвели, что с вами там хочется быть такими лучезарными и прочее. Вот, плюс нужно какой-то свой стиль приобретать в собеседовании. То есть там, у Юзели свой стиль, у меня свой стиль. Я вообще, в принципе, всегда какой-то цветочек, в принципе, на собеседованиях. Вот, поэтому ваш стиль, в любом итоге, потом как-то приобретется, и у вас уже не так будет страшно. Вот, и по поводу того, как вы учились, я тут писать одновременно, я тут поддерживаю Юзелю, я тоже училась, каким-то образом научилась писать, не глядя на клавиатуру. То есть я смотрю человеку в глаза и пишу, что он говорит. И я записываю не все, что он говорит, я помечаю себе какие-то моменты. То есть он говорит там, мне важно работать в команде, я пишу команда. Все, просто тезис. И все. Вот. Я надеюсь, что я развеяла какие-то страхи, мифы. Вот, поэтому Юзеля тебе придаю слово. Конечно, я быстренько добавлю. Вот Сюша сказала, что она писала на клавиатуре и так далее. Я хочу напомнить, что были собеседования раньше оффлайн, и тогда мы писали вообще на листочке прямо перед кандидатом и записывали все за ним. И как бы это было очевидно, что ты записываешь за кандидатом. А сейчас, ну, тем более, не стоит бояться, что человек подумает, что вы там за ним записываете, потому что раньше, ну, другого выбора не было. В любом случае, кандидат видел, что вы за ним записываете. Да, у кандидатов все раньше была такая. Если поставили треугольник, то это значит, что вот это. Если поставили кружок, то это значит вот следующее. Ну, кто уже в подборе, да, с опытом в подборе, не в IT, в подборе в целом. Я, например, себе такие обозначения рисовала. Просто меня так научили. И для того, чтобы не писать там лидер или открытый коммуникатор и так далее, я себе рисовала вот эти штуки. На самом деле нюансов, ну, просто куча. Из нас льется много всего того, что хочется рассказать. Все это и не только это. Многое другое мы разбираем, естественно, в курсе профессии IT-рекрутер 3.0, который раньше назывался джуниор IT-рекрутера. Сейчас он давно, на самом деле, не сейчас, он давно вырос из этого названия. И называется профессия IT-рекрутера, с помощью которого можно приобрести эти навыки, как сорсить, как находить кандидатов, как с ними коммуницировать, какие вопросы задавать, какие вопросы не надо задавать, какие вопросы надо задать заказчику прежде всего, перед тем, как вы приступаете к работе над вакансией, к собеседованиям, к любым, составить профиль кандидата, составить своего рода чек-лист для своей работы. Все это мы изучаем на нашем курсе профессии IT-рекрутер 3.0. Мы уже начинаем 3 апреля. 3 апреля, это уже у нас скоро, у нас на календаре 16 марта сегодня. Давайте мы все же еще раз пройдемся по тому, что мы изучаем. На первой неделе мы с вами проговорили на прошлых занятиях, это навыки рекрутера, как их прокачивать, ресурсы, на которых нужно регистрироваться. В частности, вы уже попробовали зарегистрироваться. Этапы подбора персонала, воронка кандидатов, как оценивать, как мониторить рынок труда, на что нужно смотреть в воронке. Типы компании в IT. Дальше 2, 3, 4 и 5 неделя мы проходим с вами IT-профессии. Это все бэкэнд-языки и фреймворки, которые к ним относятся. Плюс еще библиотеки, естественно, мы разбираем. Фронт-энд-разработчики. Мы разбираем уровни разработчиков, которые бывают на свете, для того, чтобы вы понимали, что к чему относятся. Мобильные разработчики, это iOS, Android, кроссплатформные разработчики. Тестировщики, DevOps-инженеры, разработчики баз данных, Data Scientist, это те самые Machine Learning инженеры, Computer Vision инженеры, Data инженеры и другие. Это Embedded инженеры, те, которые создают hardware, такие железки. Системные бизнес-аналитики, Web3, блокчейн-разработчики, специалисты по безопасности, 1С-разработчики. Мы специально их записали. Это самый легкий урок, мне кажется, среди всей IT-профессии, которая вам прям довольно быстро сядет и зайдет. Продукт-проджект менеджеры, скрам-мастера, UIX-дизайнеры, продуктовые дизайнеры сюда же. Отдельно UI, отдельно UX, GameDev и программисты, и художники с дизайнерами. Это прям как отдельная область. Довольно большие здесь уроки получились. Возможно, не всем будут прямо сейчас интересны, но они у нас тоже есть. Так как мы покрываем, мне кажется, 90% всех профессий, которые вообще могут быть. Потому что профессии всегда обновляются и каждый день появляется какая-то новая. На шестой неделе у нас основные правила коммуникации с заказчиками. Мы снимаем заявку по вакансии, мы это учимся, вот прямо с нуля. Выстраивание стратегии коммуникации. Оцениваем конкурентную способность вакансии, потому что это важно понимать и давать обратную связь заказчику. Правила коммуникации с кандидатом. И мы уже начинаем составлять прошлый кандидата. Дальше мы проводим телефонное интервью, скайп-интервью, то есть видеоинтервью. Представление резюме заказчику. Мы с вами составляем, видим, то есть важно не только провести собеседование, но важно еще и продать нашему нанимающему менеджеру, заказчику, кандидата. Завершение работы с кандидатом. У нас есть отдельный дополнительный урок от нашего приглашенного тоже эксперта Лизы Успенской по адаптации и он в орденгу кандидат. То есть что делать с ним дальше? Дальше после того, как вы его наняли. Описание вакансии для работных сайтов, описание вакансии в письме и основные правила публикации вакансии в социальных сетях, потому что есть тоже свои алгоритмы, которые важно учитывать при создании публикаций. На восьмой неделе мы с вами полностью знакомимся с сорсингом и с работными сайтами, и с социальными сетями, профессиональными сетями, сервисами, которые вам могут помочь ускорить ваш процесс. На девятой неделе вы уже готовитесь к защите проектных работ. Если у вас остается время и необходимость, вы изучаете международный рынок. Для всех он доступен и у нас урок еще от нашего прекрасного руководителя Академии, Ксении Маловой, с которой вы уже познакомились, про выгорание кандидата и как не выберите нам самим. И бонусные уроки от юриста, по поиску заказчиков, по построению личного бренда, от Amazing Haring, от подбора, от френдворка. В общем, миллион разных бонусов дополнительно вам дается для того, чтобы вы полностью погрузились в эту профессию, и на выходе вы понимали от и до весь процесс, вы его прошли по своей вакансии и на защите проектных работ представили свой проект перед работодателями потенциальными и перед своими коллегами по группе, по обучению. Дополнительные материалы здесь не будем останавливаться, можно будет почитать на сайте. И мы сегодня, на день раньше, решили открыть продажи, продажи нашего курса профессии IT-рекрутер 3.0. Я вас знакомила уже с разными тарифами, у нас их всего три, с поддержкой, полное сопровождение ВИП. Смотрите, самое важное и самое уникальное, что есть в нашей Академии. Во-первых, вы покупаете не только курс, вы покупаете комьюнити и покупаете доступ к обновлениям этого курса. Как только мы что-то обновляем, у вас это появляется в вашем личном кабинете и у каждого есть доступ. То есть вы вкладываете сейчас, а получаете еще и после какие-то обновления. Не только то, что мы сейчас озвучили, но и в будущем, то, что мы планируем добавлять и то, что у нас придет в целом в необходимость, в рекрутинге что-то изучать. Второй момент. И тоже самое уникальное, что есть в нашей Академии, ни у кого этого нет, это курс, доступ к курсу, доступ ко всем материалам, ко всем урокам. У вас остается навсегда. Представьте, да, никто этого не делает, у нас это есть. У нас есть такая возможность. Вы можете пересматривать, вы можете возвращаться к этим материалам, а в этом вы не ограничены. Третий момент, который мы делаем, это на всех тарифах. У вас есть лайв-встречи со мной. Иногда их проводит Ксения, наш руководитель Академии. Иногда мы проводим вместе, в том числе. И вы задаете вопросы, актуальные вопросы. В основном, лайв-встречи у нас длятся час-полтора. Чаще полтора, потому что вопросов бывает где-то много, где-то у вас есть какие-то страхи. Мы, естественно, все это прорабатываем с вами. Я даю вам обратную связь, куда вам нужно вернуться. Мы сам еще раз рассматриваем в режиме реального времени, иногда становится намного понятнее в режиме реального времени закрыть какой-то определенный вопрос. Я у вас всегда буду в доступе. Четвертый момент, лайв-встречи, во-первых, проходят по пятницам, в 19.00. Можно прослушать записи. Если у вас по каким-то причинам не получается, вы в другой тайм-зоне находитесь, да, на вас там плюс 4, минус 7 и так далее, вы можете всегда присылать свои вопросы в чате, я на них обязательно отвечаю. Даже если вас нет на лайве, я их прочитываю и отвечаю, потому что вопросы и ответы на них, они интересны всем в основном. Следующий момент, у нас есть комьюнити наших выпускников, где они могут задавать свои вопросы, которые им интересны. Где-то прихожу я, отвечаю, где-то приходит наш руководитель академии, отвечает, где-то вы помогаете друг другу. Поэтому вы не просто входите в курс, заканчиваете его и все на этом, но вы обретаете довольно большой круг окружения, про что я говорила, с помощью которого вы сможете не только закрыть пробелы, какие-то знания, прокачать себя, прокачать навыки, потому что это есть у всех. Но помимо всего прочего, есть еще и довольно сильное окружение ребят, которые работают абсолютно в разных компаниях, абсолютно разных компаниях. Сертификаты о прохождении курса у нас выдаются в зависимости от ваших потребностей на русском, на английском языке. Плюс ко всему программа, которая есть на нашем курсе профессии IT-рекрутер, я ее защищала перед Министерством образования Республики Татарстан, оно прошло проверку, и у нас есть лицензия на ведение образовательной деятельности, поэтому это все проверено действительно Министерством образования. Плюс ко всему, тоже это уникальный момент того, что есть у нас именно в Академии, это у нас есть абсолютно разный доступ получения информации. во-первых, это естественно видеоуроки, презентации к видеоурокам, помимо этого, есть конспекты подробные каждому уроку, есть домашки каждому уроку, которые основаны на той именно практике, которую вам нужно получить. Это не просто домашки, это то, что ведет вас к результату. Каждое действие мы не просто продумываем. У нас есть тесты, каждую неделю тесты на закрепление информации, которую вы прошли. то есть можно будет таким образом еще закреплять, укреплять свои знания. У нас есть кейсы, которые вы на протяжении курса получаете, видите, как выполняют другие, выполняете самостоятельно, то, что вам дает подкрепление разных ситуаций и видение разных ситуаций. и естественно мы приглашаем на проектную защиту работодателей потенциальных. Каждый раз это могут быть новые работодатели, мы и ищем новых работодателей и приглашаем наших уже постоянных гостей, которые и в поисках рекрутеров для себя сейчас. и поэтому они могут задавать вам ссылочные вопросы. У нас больно есть кейсы трудоустройства через эти проектные работы. Нам приходили и Pinterest, и InDrive, Ankor приходили, Geeksource, Тиньков тоже спрашивал о наших выпускников и есть ребята, которые там трудоустроены. Трудоустроены в Касперский Ребята в Яндекс некоторые ребята трудоустроенные, в многие кадровые агентства, которые я знаю. Плюс ко всему вы всегда можете прийти ко мне с каким-то вопросом, а знаешь ли ты это кадровое агентство либо эту компанию, как там. Если я знаю, могу вам дать обратную связь, если нет, то соответственно найду возможно, либо скажу, что у меня нет такой информации. Помимо этого, теперь мы внедрили еще и рекомендации, отзывы у вас на LinkedIn. Поэтому если вы проходите полноценно, полностью, участвуете в лайв-встречах, либо задаете вопросы на протяжении курса, участвуете активно в выполнении домашних заданий, в чате тоже присутствуете и активничаете, то мы понимаем, что вы включены в процесс и можем дать вам обратную связь на вашем, например, LinkedIn профиле. Напишу вам лично, что вы прошли, были активными и дам вам рекомендацию таким образом, что повысит вас в рейтинге других рекрутеров. Наверняка я что-то упустила из-за наших преимуществ, но мы с вами еще завтра встретимся и обговорим. У нас еще кейс на завтра остался неразобранный, который мы с вами еще разберем и вы получите еще дополнительную информацию. Если у вас сейчас вопросы, расскажите мне. Я знаю, что с нами уже есть ребята, которые присутствуют на нашем интенсиве, у нас есть программа рассрочки от Тинькофф один вариант, там вы самостоятельно выбираете, насколько месяц вам удобно, вы не платите никакие проценты, все проценты за вас плачу я. И есть внутренняя рассрочка в два или в три платежа. Подробностями надо будет обратиться в наш канал, в наш телеграм личный мессенджер техрекрутер. и ура, продажи у нас открыты на профессию, на курс профессии IT-рекрутер. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как вам сегодняшний день, кто уже собирается, кому нравится программа, то, что мы рассматриваем. мне все очень нравится. Я бы хотела дать обратную связь. Сегодня мне было тяжелее, на самом деле. Вообще, я человек коммуникабельный, открытый и легко завожу диалоги с людьми, но так как я половину не понимала, о чем вы разговариваете, мне было тяжело. Но уже не первый раз говорю, что я в команде, я в потоке, 100%, скорее уже жду, когда начнется обучение. Круто. Круто. Да, поздравляю, скоро 3 апреля уже начнем, всегда у нас потоки начинаются по понедельникам, и я буквально вот вчера смотрела историю, 4 апреля был прошлый, прошлогодний поток там начинался именно 4 апреля, прям с датами совпали практически. Да, поздравляем, скоро встретимся на таких же живых созвонах, где будет еще больше пользы, больше разборов каждого вашего вопроса. Интересный формат реального собеседования. Страхи ушли, да, они уходят. То есть вы понимаете, да, я не спрашиваю никаких супертехнических вопросов. Даже если для вас что-то было непонятно, то вопросы, они довольно приземленные, и не было никаких там, а расскажите мне про принципы солид, например, которые я могла бы спросить. Но этого не нужно делать, и действительно не так страшно сегодня было особенно интересно. Очень круто, очень здорово, что вам зашло. Скажите, какие у вас есть сейчас вопросы? Запись будет. Запись будет, как и всех других встреч наших. и не забудьте прийти завтра, завтра будет еще один кейс, разбор. Отлично, ну я рада. Продолжайте делиться нашим интенсивом, не жадничайте, благодарите за бесплатную полезную информацию, за которую своей энергией, своим теплом, своей отдачей, своей обратной связью всегда важно делать обмен энергией, потому что если вы не отдаете мне обратную связь, то вы замыкаете эту энергию на себе, и дальше у вас никуда это не проходит. Соответственно получите вы что-то большее, тоже не можете, поэтому не жадничайте, делитесь, давайте обратную связь, пишите, что вам понравилось, какие у вас есть вопросы, это значит, что вам полезно, вы не просто здесь находитесь. Сколько курсов в год бывает? Обычно три потока, но следующий будет еще не скоро, после 3 апреля, потому что 3 апреля у нас еще только через три недели. хорошо, я вас всех жду завтра с видео по возможности, потому что мне очень хочется смотреть на ваши лица, не разговаривать только с собой, с вашими фотографиями, еще смотреть на ваши прекрасные замечательные лица, которые вопрошающе смотрят на меня, либо скучающе, либо с непониманием, для того, чтобы я понимала, что вы со мной, и вы на связи. Для уже практикующих рекрутеров можно прийти курс ускоренно, можно, но чаще всего курс все равно проходит 9 недель, у нас очень интенсивная на самом деле программа, и синие рекрутеры, и чар руководителя проходят его в таком же темпе, если есть в этом необходимость, конечно, можно. Отлично. Тогда на этом мы с вами завершаем и встречаемся завтра на том же месте в 18.00. До скорой встречи. Всем пока-пока.